Бездомный пёс появился во дворе на улице Негина больше года назад. Как узнали жители, до этого он прошёл по программе ОСВВ. Его отловили на улице, кастрировали, привили и выпустили обратно. Несколько недель он гулял вокруг домов. Его подкармливали, выносили воду. Потом соорудили будку, положили в неё подушки и повесили занавески. Поставили недалеко от детской площадки. Пёс, которого назвали дружок, очень любит детей. Готов каждого облизать, сопровождает на прогулке мам с колясками. Малыши тоже с удовольствием возятся с пушистым добряком. Детей никогда не кусает, не трогает. Он к нему подходит ластиться. Его кормят сосисками, колбасой. Я заметила, что пёс не гадит тут. Он уходит подальше в лесочек. И тут всегда порядок. И действительно, у него есть своё, так сказать, расписание дня. Он встречает людей, он с ними ходит, гуляет, провожает, он отдыхает, дети с ним играют. Также жители отмечают, что благодаря псу во дворе не появляются стаи бродячих собак. Они обходят его стороной, понимая, что это чужая территория. Но в начале июня мирная жизнь была нарушена. Приехали сотрудники ДЭПа и забрали будку. В департамент городского хозяйства пожаловался один из жителей окрестных домов, возмущённый тем, что домик пса стоит рядом с детской площадкой. Первую ночь, наверное, это как раз была дождливая ночь. Все переживали. Потом мы общались, говорили, что выходили, подходили к окну и видели, как он шёл под дождём. И, ну, действительно, очень было грустно это наблюдать, что у него нет защиты какой-то, да, которую он ожидал своего домика. И некуда ему спрятаться. Эта история попала в областные паблики. Некоторые люди хуже злых собак. Пожалуй, самые мягкие комментарии, которые оставили возмущённые этим поступком нижегородцы. Имя того, кто написал жалобу, не разглашают. Сам он на контакт не выходит. Соседи через социальные сети просили его прийти на общие собрания, поговорить и решить вопрос мирным путём. Никто не отозвался. Инициативная группа решила добиваться возвращения будки. На очередное собрание, посвящённое этому вопросу, пригласили депутата округа, директора ДЭП, предприятия, где сейчас хранится собачий домик. Решили, пишут заявление, кто это, собственник будки, мы её ему возвращаем. Пусть принимает решение, будем как-то приходить к единому мнению, чтобы устраивало всех. И жителей, которые любят собачьих, которые против собачьих, чтобы устраивало всех. После возвращения будки жителям предстоит решить, где она должна находиться. По нормативам, собачий дом не может стоять на общей территории, если нет разрешения. А пёс имеет право там жить. По новому закону о гуманном обращении бездомных животных нельзя усыплять. Их нужно возвращать в естественную среду. Но при этом никаких условий для нормальной жизни этих самых собак и кошек не предусмотрено. Екатерина Пёнова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.